Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегета ответы на ваши вопросы. Надо ли в наше время платить десятину? Ну, если вы иудей, то, вероятно, для вас это и написано. Требования закона Моисеева о десятине. Сказать, что подобное требование встречается в новозаветных предписаниях нельзя. Более созвучно духу христианскому похвала Господа жертве вдовице, которая отдала все имение свое, все две лепты, которые имела. Более соответствуют евангельскому духу слова Господа, обращенные к юноше, по всему хорошему, но не захотевшему продать имение свое и раздать нищим, и ради совершенства следовать за Христом везде, где тот шествует. Мы видим, что требования новозаветные никак не ограничиваются предписанием конкретной десятины от всякого прибытка, от всякого урожая, собранного в очередном году, но призывают исполнить призыв Божий через ветхозаветного пророка. «Сыне, дашь мне твое сердце, мы его и роды», — говорит апостол Павел, цитируя языческого поэта, но представляя нашу совершенную зависимость от Господа как источника всех благ, и поэтому не мерой призывающего воздавать Богу, но по мере усердия, как и увещевает апостол Павел своих учеников. «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет», — обращаясь к Коринфянам во втором своем послании. «А кто сеет щедрый, тот щедрый и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог». Сколько по усердию твоему хотел бы ты подать? Одну сотую часть или половину из того, что в порядке достатка, по Божьей же милости, ты приобрел? Если наши русские меценаты, благотворители были руководимы мыслью возвращать обществу то, что оно дало им в качестве материальных благ и прибыли, благодаря хорошо организованному производству, какой-то коммерческой деятельности, так уж тем более мы призваны возвращать Богу то, что Он нам и дал. Не потому, чтобы Он в этом нуждался, а учась у Господа жертвенной любви, мы ее в некоторой степени осваивая, усваивая себе, проявляем это добродетелю, в том числе щедростью, заботой о ближних, подающей нищему, взаим дает самому Богу, говорит церковная мудрость, потому и нет в церкви иудейского конкретного предписания, сообразованного с жадностью этого народа, к которому обращается Бог. Хошь не хошь, отсчитай десятую часть, а остальное уже и считай себя спокойным. Потому если в уже новозаветной благодати человек мыслит только таким образом, откупиться десятиной от своего прибытка, от каких-то приходских нужд своих, от дел добрых, которые совершает церковь на милостыню, то, видимо, это еще устроение далеко от христианского, которое предполагает того устроения, которое предполагает не просто такого рода некогда рекомендованный, а, точнее сказать, в качестве закона установленная часть в древнем, ветхом Израиле, но предполагает устроение всей жизни своей как приношение Богу, как совершение во славу Божию, а потому и количество отдаваемых иногда средств, а у кого-то за неимением средств сил, своих расположений сердечных, Господу, и есть то самое главное, ради которого и Бог определяет нашу вечную участь, по которым и мы сами определяем свое приближение к Богу, мера усердия, мера жертвенной любви к Нему, мера самозабвенных трудов ради Него, которые, конечно же, не могут быть сравнимы ни с какой формальной десятиной.